Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из поселка Витязева. Сегодня со мной Данил. Мы находимся возле парка Византия, который сегодня открывает новый океанариум. Я ходил, восторгался вот этим вот фасадом, который здесь они организовали. Он очень привлекает внимание. А Данил работает в парке, в зоопарке. Мы к нему тоже обязательно зайдем. Вам приятного просмотра. Надеюсь, что вам понравится. Я когда зашел, у меня прям такой вау-эффект. Я никогда не был в таком крутом океанариуме. Приятного просмотра. Найти его очень легко. Вход центральный в параллелию. И с левой стороны находится тоннельный океанариум Катран. Сюда вход, так же, как и по всему парку, идет по карточкам. Так же работает и в комнату страха эта система. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь и есть, дорогие друзья. Сегодня анимация, много детей. Это праздничный день для всех наших маленьких жителей города-курорта. Масштаб просто поражает. Огромное количество разнообразных видов рыб, большущие аквариумы. Я вам предлагаю не просто смотреть, а узнать об этом во всем подподробнее. Добрый день, друзья. Меня зовут Алексей. Мы сейчас проведем краткий обзор нашего океанариума, в котором мы постарались собрать самое большое количество подводных обитателей. Здесь у нас находится красноухо-черепашка. Самые любители деток, которых можно здесь так же покормить. Здесь у нас находятся мурины, леопардовые морские обитатели наши. Черноперые акулы рифовые. Это у нас малыши. Достигают они хороших размеров. Это вот у нас аравана. Считается как денежная рыба. У нас скаты, моторы, рыбки-попугаи. У нас есть малыши, которые от них. Дальше мы их покажем вам. Это у нас королева Танганики, фронтоза. Посмотрите, какие красавцы. Это карп-кои-вуаль. Рыбка Джексон, знаменитые пираньи. Но только это не хищная пиранья, это пираньи-черный папу. Это Джексон-альбинос. Также вот сон-кукушка. Семья карпа-кои, красавцы. Два сонца и самка. Вы здесь увидите их же малышей. Вот они очень маленькие, всего три дня. Краснохвостый сон-фрактоцефал. Пангасиус-акулий сон. Похож так на акулу. Такого видишь, прям можно испугаться. Рыбка Астронотус. Они есть в разных цветах. Там у нас также альбиносы-астронотусы. Моногванская цифлозома у нас. И пангасиусы. Посмотрите, какие красавцы и красавцы. Вау. А это кто? Вот это вот самые скаты детеныши. Моторики. Промысловые гурами. Такар-кои. Микс, скажем так, такой. Платидора с сомики. Вот это та самая паку черная, которых малышей вы наблюдали уже. Это рыбка у нас тетрадон. Это хищники. Они при испуге надуваются шариком. Индийские ножи. Маловистские цихлиды. Это цихлидки у нас. Дельфин. Здесь у нас маленькая щучка, но вырастает очень большая. Это африканская щука. Разнообразие, конечно, поражает. Разнообразие очень хорошее, да. Это рыбка доллар, метинес. Видите, такой, как доллар похож. И попугайчики тоже. Ну, вот это самая любимая рыбка детей. Называется Данио Гло. Очень яркая, очень подвижная. Вау. Как картина на стене. Вот такое разнообразие у нас. Это маловистская цихлида. В верхний аквариум, в нижний у нас идет. Очень красивые меченосцы. И боцики, клоуны. И сомики. Это у нас биоцилатумы и виноциклозомоображник. Здесь пецилии и меченосцы. Тоже самый любимый. Вот еще кубанский рак. Да ладно. Цветной. Синий, красный. И вон там белый еще. Раки бывают красные? Да. Прикол. Живой. Живой. Вот самая распространенная рыбка. И самая красивая, наверное, группе. Орхидеи. Мы еще в самом начале. У меня уже голова кружится от обилия рыб. Многообразие просто нереально. А еще мне нравится, как выглядят здесь аквариумы. Они прозрачная лодичка и смотрятся прям очень привлекательно. И обитатели. Это у нас черный спинорог. Это рыбки, белки. Видите, похожие как белки они. И есть черноморские обитатели. Вот зеленушка, скорпена, бычки, собачки. Видите, вообще прям очень красивые рыбки. И снизу у нас даже морская звезда. Живая? Живые морские звезды. Их у нас несколько штук. Рыбка монодактил очень интересная. Она как живет в морской среде, так и в пресной среде бывает. Это вообще что-то нереальное, ребята. Рыба-крылатка. Самая необыкновенная. Хищная и ядовитая. Тоже еще в нижнем аквариуме вот такая красота плавает. Это мы с вами обошли только один зал и показали вам то, что находится по периметру. Здесь вы можете обратить внимание, насколько много разнообразных рыб. Есть, наверное, все виды, которые только в море нашем существуют. Вроде бы кажется пустой. Здесь вот такая красавица лежит. Ребята, здесь вам будут выдавать планшеты, на которых вы можете, подойдя к любой рыбе, получить они максимальное количество информации. А также будут проводиться экскурсии с окрусоводом, который будет вам рассказывать полностью, что здесь есть, как это выглядит и среду обитания этих морских созданий. А так разнообразие такое, что у меня просто разбегаются глаза. Тут аквариумы стоят даже не в один ряд, а в несколько рядов. Вот мы, смотрите, в центре были, посмотрели главное аквариум. Заходим дальше. Здесь еще аквариумы, аквариумы, аквариумы. Везде какие-то очень красивые морские создания. Я думаю, что надо приходить и смотреть это все своими глазами, чтобы вы получили максимальное количество впечатлений от того, что здесь увидите. Я думаю, что уже оценили масштаб, но здесь это еще не все, ребят. Мы сейчас с вами пойдем глянем, как выглядит тоннельный океанарий. Какие лапочки! Вы посмотрите на них. Не все так на нас все реагируют. Причем притушен свет, чтобы сильно не пугать рыбок. Здесь у нас карпы кои, которые детки могут покормить при желании. И тоннельный аквариум, где рыба плавает прямо над вашей головой. Давайте пройдемся сквозь этот тоннель и посмотрим. Ой, вот это да! Ну, друзья мои, я думаю, у тех, кто любит рыбок, для всех детей, здесь каких-то эмоций будет просто через край. Фантастика! Друзья мои, дорогие, жду от вас отзывов. Приходите обязательно, увидите Данюку, передавайте ему огромный привет. Надеюсь, что вам здесь понравится. А сейчас мы пойдем посмотрим еще на другие открывающиеся сегодня элементы парка Бизантия. Три, два, один, и оооо! Ура! Поздравляем Океанаримов с открытием! Дайте громкие аплодисменты! Еее! Так, друзья, мы хотим напугать Оксану. Она сейчас пойдет в замок страха. Пока! Океанаримов, мы желаем, чтобы у них все получилось, радовать наших гостей, создавать им самые позитивные эмоции. А сейчас мы отправляемся дальше, посмотрим, какие еще есть активности в парке Бизантия. Дорогие мои, сегодня парк Бизантия открывает также свои ворота, и уже первые посетители заполнили его. Очень много разнообразных развлечений. От лопни, шарик, комната, тревых зеркал. Вы видели, как Оксана ходила в замок страха. О, друзья мои, можно покататься вот на таких машинках, пойти в дом вверх дном, пострелять в тире. Тут есть абсолютно все, и куча других больших аттракционов. О, экзоскелет теперь тут стал популярным. 3D-реальность, конечно, захватывает наших детей, но и там прикольно. Вот на такой машинке. Везде как бы движуха, везде очереди. Сегодня он открылся только, а людей уже очень много. По ценникам, я думаю, что всем будет интересно, сколько сейчас стоит по аттракциону. Вы здесь покупаете карточку, собственно, и по карточке потом приходите и катаетесь. Пополняете ее, то есть никаких вопросов у вас это возникать не должно. Но коктейли, аттракционы, всякие ракушечки, машинки. Оксана сказала, что хочешь на машинке, да? Да. Ну что, езжай. Вот он автодром, у них таки он какой-то очень большой. Итак, мы выбираем машинки разные. Сейчас будем с Оксаной кататься, наслаждаться и удовольствие получать. Вот реально очень большая зона для катания. Мне прям нравится. Ну, наша задача долбануть Оксану. Она же хотела... Вот-вот, затащили. Да? Ай, простите. Счастливые глаза. Ну хоть где-то я порулила. Вообще отлично. Нормально покатались? Иван, здравствуйте. Здрасте. Любимый аттракцион, это, конечно, колесо обозрения. Сейчас мы на него и пойдем прокатимся. Ну все, друзья, мы поднимаемся в небеса. Поднимаемся над парком. И отсюда все видно прям очень хорошо. На Твитязева садится закат. Лучшее время для полетов на колесе обозрения. С другой стороны здесь лабиринт Минотавра есть. Там у нас тоже еще аттракционный. Детская комната находится. Виды, конечно, прям супер. Еще здесь сверху второй этаж. Скоро времени появится тоже с аттракционами. Друзья, мы находимся сейчас в верхней точке над Паралией. Видим все отели, которые там есть. Закат, который идет над Твитязева. Южный проспект во всего Красе. Фантастические виды на Лиман. Новые сотовые вышки, короче, появились еще, я смотрю. Играет музычка. Здесь у нас Южный проспект весь в отелях. Туда тоже красота. И снизу у нас Парк Лизантия. Вот такая вот красота. Фантастические виды. Просто супер. Понравилось. Классная, великолепная. Это мой любимый аттракцион. Спокойный и красивый. Согласен с тобой. Здесь лебеди. Мне тоже нравятся они. Ну, сама только. Я боюсь, он от моего веса не выдержит. Я слишком много ел. Туда дальше вот в зоопарк. Это лабиринт Минотавра находится. Здесь ребята готовят вкусный кофе уже. Открылись. Пойдемте посмотрим, наверное, вот эту часть парка. Потом уже вернемся туда, в обратную сторону. Садишься и заезжаешь на машинке. У нас карточка тут действует? Вот такой аттракцион только что откатал людей. Но самое интересное. Вот, можно сюда, кстати, сходить. Это зоопарк. Цена в зоопарке. Можно вам, пожалуйста, ценники. Данилка, здравствуй. Смотрите, ребята. Своим кормом их кормить нельзя. Их тут стало прям очень много. Пойдем дальше. Это огонь. Пойдем. Олег, бери. Как они тут размножаются. Им тут явно очень хорошо, ребята. На тебе, на тебе. Ты там, у которой ползает, дайте. Зоопарк. Тема тоже довольно-таки интересная и классная. Приходите, гуляйте. Мы идем дальше, ребятки. Дальше здесь есть лопнишарик. Есть вот такой батутный парк, которым можно походить с детком, понасхождаться. Тут и лего, и разные лабиринки с горочками. То есть места довольно-таки много. Это тоже относится к парку. С другой стороны завозит как-то новый аттракцион. Здесь призовой тир есть. И мы сейчас пойдем на ту сторону дальше. Здесь есть вот такая вот виртуальная реальность. Потом вот кенгуру. Я помню, дошли не у меня на них каталось. Прямо с большим удовольствием. Дальше лебеди. Лебеди вход с той стороны, как мужчина входит. Батуты. Вот на этом молоте я еще не решил, хочу прокатиться или нет. Но мне просто трансляции там будет неудобно. А так, в принципе, можно было. Я на нем катался раза два-три, наверное. Видите, он еще когда с той стороны стоял. Ну, было хорошо и весело. И здесь, я смотрю, народу прям на очередь еще. Можно еще раз-то здесь. Прямо подростки, так сказать. Счастливо от катания на нем. Улыбайтесь. Улыбайтесь, ребята. Здрасте. Мне кажется, вот это вообще мой любимый аттракциончик был бы. На шарики прокатиться-то. Далее, вот этот аттракциончик тоже мега крутой. Камикадзе. Ну, такие вот ножницы своеобразные. На них тоже кататься классно. Здесь, кстати, мне для деток есть вот такой поезд. Сейчас там девочки катаются на нем. И вот этот мне аттракцион. Лебеди такие, которые ездят по водичке, зашли тоже. Очень круто смотрится. Ну, мне, по крайней мере, понравилось на этих лебедях кататься. А все летят, летят, летят. И я лечу. Круто. О, вот это тоже прикольно смотрится. То есть на таком большом тракторе можно копать шарики. Попкорн. Какой здесь аромат. Помимо аттракционов для больших, есть и вот такие вот даже машинки для самых маленьких. Ну, вот так вот. Тут все пищат. Вау. Еще раз океанариум для того, чтобы... Акционариум позади вас находится. У нас 800 рублей со взрослого и 700 рублей с ребенка. До 5 лет бесплатно. Также у нас сегодня открытие. У нас очень интересно. У нас более 300 видов рыб. Также есть акулы. Спасибо большое. Вот такие акционариумы. Акционариумы. Чтобы забыли какие-то. Смотрите, с чем. Акционариумы. 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 Продолжение следует...